Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я мужчина, 45 лет, я работаю с людьми в основном, но я по темпераменту меланхолик, у меня тихий голос, и я не очень разговорчив. Как мне улучшить общение, потому что в общении с людьми мне нужен этот навык. Как стать сильным в общении? Смотрите, первый вопрос, который напрашивается, на мой взгляд, ну, вполне логичный этот вопрос. От того, как вы, будучи меланхоликом, да, и имея, как вы говорите, тихий голос, да, и будучи неразговорчивым, вот, как вы оказались, в общем и целом, ну, вот, в сфере работы с людьми, вот, потому что, ну, как-то вот, признать, что, что вы оказались, оказались случайно в данной, данной шфере, данной шфере, ну, на мой взгляд, было бы несколько ошибочно, вот, потому что, ну, мне кажется, по крайней примере, да, что, ну, что вы выбрали для себя, вы выбрали для себя вот эту сферу деятельности, на мой взгляд, не случайно. Но, тем не менее, как-то вы ее выбрали. Поэтому, я думаю, что, вот, первое, с чего нужно начать, да, исследование вашей, ну, ваших, или вашей проблематики, если угодно, вот, это, то, как вы оказались в этой сфере. Вот, а хотели ли вы в этой сфере оказаться, да, что вы хотели, ну, что вы хотели в этой сфере для себя, вот, и так далее, потому что в сфере работы с людьми, да, если человек не очень понимает, что он хочет донести другим людям, то очень проблемастично будет с этими самыми людьми работать, вот, то есть этот момент, он, на мой взгляд, ну, а, довольно важный, ну, потому что является, ну, пожалуй, одним из основных, вот, следующий момент, это то, какова природа, вот, ваших особенностей общения, да, то есть, ну, тут могут быть, на мой взгляд, в общем-то, разные, разные вещи, в частности, в частности, может быть, это связано, в какой-то степени, да, с вашей стеснительностью, вот, и, ну, подавлением, а, себя, да, да, каких-то своих, а, значит, импульсов каких-то своих, а, проявлений, проявлений и так далее, вот, если с этим все в порядке у вас, вот, то, на мой взгляд, вам просто не хватает в таком, ну, в случае навыков, да, и навыки можно и нужно развивать, а, посредством, ну, в общем-то, практик, то есть, это может быть чтение книг, да, вот, и, в принципе, ну, я бы, наверное, сказал, что чтение книг важный атрибут, потому что при чтении книг у человека, ну, формируется, вот, такой необходимый запас слов, да, словарный запас формируется, вот, и, соответственно, легче формулировать мысли, вот, легче выражать их, легче пробирать слова, пробирать слова, вот, поэтому чтение книг обязательно здесь нужно. еще один момент, это момент интерес, мотивация к общению, да, ну, мотивация в общении не может быть без интереса, то есть, вот, ну, чтобы человеку было интересно то, ну, о чем он говорит, да, то, что он обсуждает, ну, то, что он обсуждает, то, о чем, по поводу чего выстраивается коммуникация, вот, если, если человеку не интересно, да, ну, например, вот, то выстраивать коммуникацию, да, будет довольно-таки, как мне кажется, проблематично, вот, то есть, в этот момент, тоже, тоже нужно обязательно учитывать, да, если мы хотим помочь вам, если мы хотим, чтобы вы на самом деле лучше, лучше общались, ну, с людьми, вот, при том, что, ну, в принципе, я понимаю ваше желание, да, я понимаю, что вы хотели бы улучшить, вот, свои навыки, да, взаимодействовать в общении и так далее, я прекрасно, прекрасно это, прекрасно понимаю, прекрасно понимаю вашу, ну, потребность в этом, да. Вот, так, еще отдельного момента, конечно, на мой взгляд, заслуживает то, что вы считаете сильным в общении, то есть, что это такое. Для меня это несколько, несколько, ну, представляется, выглядит, как игра в слов, потому что, на мой взгляд, не нужно быть сильным в общении, как вы говорите, да, вот, достаточно просто выражать то, что, ну, то, что вам важно, да, то, что вам будет ценно и так далее, этого, 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 этого в принципе, на мой взгляд, достаточно, вот, более чем достаточно. Вот, тогда как стремление к эфили, вот, значит, ну, вообще, на мой взгляд, выглядит, ну, нет, как несколько, некоторое такое, знаете, ну, скажем так, передавливание себя определенное. Вот, и я не вижу в этом всего-то хорошего, вот, для вас, например. И я не вижу в этом, опять же, для вас, возможность быть, ну, вот, что называется, собой, да, то есть, быть собой, быть собой вообще. Вот, я не вижу здесь такой, такой, такой возможности, вот, поэтому тут, конечно, конечно, в этом смысле решаете вы, вот, и только вам решать, конечно, как вы будете действовать и прочее, вот, но, а, да, я надеюсь, что, вот, то есть, я вам сказал, да, послужат, вот, основными направлениями, направлениями для того, чтобы, ну, поменять то, что вы хотите поменять. Вот, а еще такой, вот, на мой взгляд, ну, довольно серьезный момент заключается в том, что вам просто не сообщаться побольше. То есть, если вы, если вы не общаетесь, да, ну, если у вас мало общения, например, то, в принципе, то, что вам нужно, это просто больше общаться. Чем больше общения, да, тем более, легче вам оно будет даваться, тем меньше внимания, внимание вы будете уделять, собственно говоря, этому общению непосредственно, и тем больше внимания вы будете обращать уже на то, что именно вы хотите сказать. То есть, на мой взгляд, это, вот, как раз, вот, да, то направление, да, которое могло бы вам помочь, то есть, вот, необходимо стараться непосредственно просто общаться. То есть, просто развивать, вот, вот, свой навык, вообще, по большому счету. Ну, на мой, на мой, на мой, на мой взгляд, это было бы, вот, самым для вас таким, ну, оптимальным тоже. Оптимальным вариантом для вас было бы и формирование интересов своих, то есть, ситуации, где бы вы мог, где бы у вас был бы ряд интересов, вот, которые бы, ну, как-то вот, проявлялся бы, ну, вовне, да, и как-то вас это могло бы объединять, опять-таки, вас это могло бы объединять с другими людьми, вот. И, на мой взгляд, это, вот, то, что, также, вот, существенно повысило бы для вас возможность, ну, возможности для общения. Вот, я бы, я бы, я бы так это сформулировал, да, и так бы это, вот, сказал бы. Также, хочется сказать, что уже не первый раз вы задаете такие достаточно короткие, но, на мой взгляд, емкие вопросы, вот. И, как вы, наверное, сами уже почувствовали, что для работы, да, для проработки этих моментов нужна психотерапия. А психотерапия, кстати, тоже очень хороший способ, в общем-то, развить общение, вот, развить навыки общения и навыки коммуникации, вот. Потому что, ну, в психотерапии вы находитесь в контакте, общение и вы учитесь взаимодействовать, вот. Поэтому, оно, у вас, как я помню, проблематика не только, не только связана с этим, то есть не только с общением. В общем-то, вот, у вас, я так припоминаю, проблематика связана с, и другими моментами тоже. Вот, возьму, опять же, если это возможно, то я бы рекомендовал вам, конечно, заняться именно психотерапией, вот. И больше внимания уделять себе, то есть просто, просто, ну, просто позаботиться о себе, вот. То есть просто забота о себе, вот, просто больше уделения внимания себе, себе, вот. На мой взгляд, решила бы много проблем ваших, вот, в частности, вот, проблем общения. Потому что, если вы себе не уделяете внимания, ну, просто, вот, не привыкли, не привыкли о себе заботиться, да, вот. То, естественно, вам сложнее, сложнее выстраивать коммуникацию тоже. Потому что коммуникация, она происсекает из того, что внутри человека. Ну, это, я надеюсь, логично, вот. Чтобы понимать, что я хочу доносить до людей, да, и что я хочу, ну, как-то выражать людям, вот, чтобы это понимать. Нужно, ну, к себе прислушиваться. А для этого необходимо, вот, как раз, значит, навыки самонаблюдения, ретрофлексии, вот. Естественно, без, естественно, без каких-то перекосов, да, потому что в ретрофлексии можно угаснуть, и ничего хорошего тоже это не даст. Вот, поэтому, и важен здесь опыт именно со специалистом, да, который не позволит вам, значит, ну, как-то себе навредить. Вот. Такая история, в целом, вот, надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Вот. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать для себя базовые постулаты, да, для психотерапии, то есть, ну, базовые направления для нее, для психотерапии. Вот. Всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вот, по многим вопросам, мне кажется, вам пригодилась бы обратная связь. Удачи!